Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о 3D моделировании. Вещь, казалось бы, крайне специфическая и только для профессионалов. Большинство простых смертных даже не пытается подступиться к этому разделу знаний, но технологии не стоят на месте. Кухарка может управлять государством, 8-летний ребенок может создавать 3D модели в бесплатном приложении SketchUp. То, что оно бесплатное, это достаточно условное высказывание, но об этом позже. Итак, заходим на сайт SketchUp.com в продукты и выбираем SketchUp Free, то есть это веб-приложение, вам не нужно ничего скачивать, устанавливать, ни за что платить, загрузили, моделируете. Вот такой нас встречает человек на первом экране. Среднее колесо мыши увеличить, уменьшить масштаб. Человек, потому что программа в первую очередь для архитектурных проектов и он тут для того, чтобы видеть пропорции. Нажав на среднее колесо и вращая мышь, мы крутим изображение в 3D, то есть во всех плоскостях. Ну и сразу начинаем рисовать. Естественно, рисовать мы будем дом. Мне кажется, что все, кто соприкасаются со SketchUp, начинают с дома. Рисуем прямоугольник. Нет, пока не рисуем, нужно еще кое-что сделать. Вот здесь указаны размеры фигуры. Вещь очень нужная, но сейчас тут футы и какие-то еще загогулины. Русскому человеку совершенно непонятно, и нужно поменять единицы измерения. Сначала удалим только. Поставим метры и точность до тысячных. Теперь, когда мы рисуем прямоугольник, он показывает его размеры в метрах. Более того, если просто сейчас начать вбивать цифры, то он сделает прямоугольник именно такого размера. 6 на 10. Такой стандартный сруб. И дальше происходит чудо. Мы берем вот этот инструмент выдавливания, выбираем плоскость, которую будем выдавливать и просто тянем ее вверх или вниз. У нас высота сруба 3 метра, вот на 3 метра и потянем. Теперь крыша. Крышу нарисуем карандашом. На самом деле это не карандаш, а прямые линии. Сделаем тут подзор. И теперь, если провести карандаш по линии, он найдет ее середину. Точка стала круглой, значит середина. Поднимаем вверх. Отлично. Крыша готова. Точнее еще нет, но вы уже поняли, что мы ее сейчас выдавим, и у нас появится крыша. Вот так. Ну что еще? Терраса. Вещь просто необходимая загородному дому. Тоже, пожалуй, нарисуем ее прямыми. Можно также указывать, длину линий, но я буду рисовать на глаз. Скажем, вот такая будет терраса. И тоже выдавим. Например, не до конца. У нас тут лишняя линия, мы ее выделим и удалим. Просто делит. Вообще лишних линий тут быть не должно. Они потом могут дать очень странное искажение геометрии. Так, что еще тут нужно сделать? Окна. Тут есть рулетка. Она не только измеряет, но и дает возможность задать направляющие. И рисуем окна. Если зажать shift при рисовании, рисовать он будет только в одной плоскости. Иначе он может рисовать во всех плоскостях, и вы сразу этого даже не заметите. Фигура может получиться очень странная. И в этом смысле к 3D нужно привыкать. Так, нарисовали окна и нарисуем дверь. Немного широкая, но ладно. И окна по внешней стороне. Что-то залипло. Направляющие, кстати, можно удалять. Просто выделяете их и нажимаете delete. Так, еще окна. Отлично. Сделаем рамы. Я говорил, что точка отмечает середину отрезка. Вот середина и середина середины. Так у вас всегда будут получаться пропорциональные сегменты. И еще придадим реалистичность. Вот этот инструмент позволяет создать фигуру пропорционально исходной. Ну, то есть такой идеальный отступ со всех сторон. Это мы делаем дверную коробку. А саму дверь немножко вдавим. Так, ну и давайте еще тут окошко нарисуем. Круглое. Вот такой получился дом. И теперь его можно немножко раскрасить. Точнее задать текстуры. Для этого воспользуемся вкладкой материал. Тут часто используемые, а вот тут все. Нам нужно стекло. Видите, такое получается прозрачное стекло. Это дерево. Вот. Деревянная дверь. Ну и крыша. Можно еще ручку сделать. Можно еще сделать раму. Ну вот. Такой получился вполне себе дом. Пока с недостатком окон. Но в целом готовый. Сохраняем. Сохранили. А вот, например, что можно сделать с помощью SketchUp, если посидеть подольше. Средневековый замок. Ну или, вернее, город. Вот так он выглядит в модели. Улицы, деревья, башни. Ну, в общем, все, что есть в городе. Я его рисовал не сам. В SketchUp есть база моделей, которыми делятся пользователи. С удобным поиском и, соответственно, не обязательно все рисовать самому. Можно брать чужие модели. Делается это очень просто, но я сейчас не буду показывать как. Но возвращаемся к городу. Я сказал, что это модель. И для того, чтобы она стала реальным изображением, с тенями, хорошими фактурами и так далее, ее нужно отрендерить. И на этом этапе нас настигает ложка дегтя в этой бочке меда. Бесплатная версия SketchUp не дает возможность отдать модель на рендеринг во внешней программе. Вы можете сохранить файл в формате SKP, но я не нашел бесплатной программы для рендеринга, которая понимает этот формат, а все другие форматы экспорта заблокированы. Вы можете сохранить файл в PNG, что тоже неплохо, особенно если удалить все направляющие и прорисовать фаны. Но если вам нужно серьезно работать с 3D, вам придется покупать платную версию, которая стоит 695 долларов. И тогда уже вы сможете использовать внешние программы для рендеринга. Самая популярная это V-Ray. Но она платная, однако есть и бесплатные аналоги. Например, программа Kerkitea, непроизносимое название, у которой есть плагин для SketchUp. Итак, то, что я показал, это вообще не поможет вам в работе со SketchUp. Все-таки программа это при том, что бесплатная и с урезанным функционалом достаточно сложная и многогранная. Но свою задачу показать, что 3D-моделирование доступно всем, я, мне кажется, выполнил. А дальше в сети есть много уроков по SketchUp. Смотрите, совершенствуйтесь. Если вы хотите, чтобы именно я показал какие-то приемы работы в этой программе более подробно, пишите в комментариях. Может быть, сделаю еще несколько скринкастов. Все любите друг друга, не пугайтесь при словах 3D-моделирования. Все не так сложно, как кажется. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.